Мое знакомство с Visa Office началось с телефонного звонка, который сразу расположил меня заранее к вам и к вашей работе, потому что вы стали спрашивать о конкретно моей жизненной ситуации, чего я хочу, зачем мне нужна виза в США и так далее. То есть я не услышала ни одного слова про деньги, я услышала только конкретные вопросы, и у меня из-за этого появилось конкретное доброжелательное отношение к вам. Мы встретились в этот же вечер в вашем офисе, и я поняла, что я попала к правильным людям, потому что в этот же день было сделано очень много работы. В коде того, кто я, чем я жила раньше, чем я живу сейчас, чего я хочу в будущем, какие у меня есть перспективы. Естественно, моя ситуация такова, что мой процент получения визы был очень мал, потому что так уж вышло, что в свои 30 лет я еще не была ни разу замужем, у меня нет детей. То есть шанс того, что мне ее дадут, был действительно мал. Но три раза у нас встреча, и постоянно вы меня поддерживали дистанционно. То есть если меня что-то волновало, даже какие-то личные вопросы, я всегда могла набрать визу-офис, я всегда знала, что мне ответят по вайберу, просто от телефона. Со мной поговорят, меня успокоят. Это точно. То есть человеческое отношение очень понимающее, что вы прекрасно знаете, зачем мне это нужно, и вместе со мной за это переживаете. Это чувствуется, это сразу чувствуется. Плюс профессиональный подход. То есть там, где я не вижу, как не знающий человек, каких-то подводных камней, вы сразу же наперед, на три шага вперед понимаете, что тот или иной мой ответ или какая-то, ну так скажем, легенда, да, она не сработает, потому что что-то не так, что это наведет на какие-то странные мысли. То есть вы работаете и с моим прошлым, и с моим настоящим, и с моим будущим, чтобы если моя жизненная ситуация резко изменится с приездом туда, да, то вы думаете еще о том, как я буду, если я захочу, конечно, что-то изменить, что мне нужно делать сейчас, чтобы проблем не было в будущем. Это очень важно. Ну и плюс ко всему, опять-таки, очень дружелюбные отношения и очень профессиональный подход. Ни одно мое, ну как бы не замечание, а какой-то вопрос, пожелания не остались без внимания. Это действительно так. Я могла, если мне было что-то непонятного, всегда даже объясняли, зачем это надо. То есть был супер открытый диалог и поддержка. Немало важен еще и тот факт, что вы все делаете сами. То есть, допустим, мне нужно какое-то письмо, вы делаете его сами. Вы делаете это со знанием дела. Если вот заполнение анкеты – это очень важный момент, я бы вообще сама ее не заполнила. Даже если бы, грубо говоря, в Google переводчик все бы забила. Потому что вы даже там, где есть простой какой-то вопрос, но он все равно даст о себе знать в будущем когда-нибудь. Вы все эти нюансы знаете, вы их прорабатываете с учетом моей личной истории и заполняете, что вот в итоге по анкете вообще никаких вопросов не было. И даже лишних документов у меня не попросили. Только паспорт, подтверждение и чек. Все. Плюс ко всему психологическое, конечно, настраивание человека на собеседование. Это тоже, я не знаю, если не 50% успеха, то 70%. Как ты себя чувствуешь? Каждый раз вы меня поддерживали и говорили о том, что не нужно волноваться. Вы должны чувствовать себя хорошо, вы должны быть дружелюбными. Ну и плюс ко всему, вы своим собственным примером мне показывали, что все это выйдет отлично. И я вам верила. То есть не нужно в этом случае, если я обратилась к вам, значит, я должна вам доверять. Все. По-другому, если бы я сомневалась, а я, может быть, и сомневалась, я сразу вам пишу, и вы сразу все мои сомнения убираете. Это тоже очень важно. В итоге за три встречи я на самом деле обрела уверенность в себе. Я сейчас очень счастлива. Я еще не надеялась на то, что у меня вообще может быть виза. А мне дали ее с легкостью. Я научилась много чему. И я думаю, что наша дружба продлится очень долгие годы. Я на это надеюсь. И я думаю, что ваша помощь, я буду прибегать к вашей помощи всегда, как только у меня будет появляться хоть какой-то вопрос, потому что вы доказали делом. То есть одно, конечно, дело вливать в уши, снимать деньги. И тем более, что, честно сказать, я не считаю, что ваши услуги такого уровня и во всех отношениях, по-человечески, профессионально, это не такие большие деньги. Если бы я знала, что вот так вот ко всему этого приведет, вот к такому результату, то я согласилась бы заплатить намного больше. И уже тогда понимала, что я иду туда победителем. Вот просто прийти, выступить отлично. И так все и вышло. Но это опять-таки все благодаря вам. Серьезно вам говорю. То есть это ваша работа. Во мне говорила ваша работа. Ну а сейчас, да, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!